Привет, друзья! Меня зовут Дима Семенищев, я джазовый контрабасист и аранжировщик. Сегодня будет совсем короткий выпуск, я расскажу о своей аранжировке на песню All You Need Is Love. Поехали! Начнем, как всегда, со стиля. Это была одна из последних аранжировок в программе Beatles in Jazz, и я уже понимал, какой по стилю и настроению композиции не хватает. Поэтому мой выбор пал на быстрый свинг, и я решил поступить точно так же, как с композицией With a Little Help From My Friends и сделал ее в дубле. То есть один такт оригинала стал равен двум тактам в дабл темпо, и вся тема зазвучала в два раза быстрее. Дальше, форма. В оригинале песни во вступлении звучит Марслиеза, это знаменитый революционный гимн, а теперь это гимн Франции. И я, конечно же, очень хотел его оставить, и я это сделал о единственном гармоническом решении во вступлении мы поговорим чуть позже. Далее я сделал вещь, которая может быть не очень приятна поклонникам Beatles, но я распрямил всю композицию. Что это значит? У Beatles в оригинале есть чередование размера 4 четверти, 3 четверти, и как бы второй такт не доигрывается. Я сделал все абсолютно ровно, чтобы у нас песня была максимально стремительная, максимально энергичная, без каких-то задержек. И я ее распрямил, сделал всю на 4 четверти. И если говорить о форме, то после вступления у нас идет куплет, потом двойной припев, и эта же форма становится формой для импровизации, формой для солиста. В данном случае у нас соло-клавиш и соло-барабанов полностью на форму абсолютно точно. А теперь поговорим о гармонии. Вот гармония оригинала в тональности до-мажор, вот гармония, которую сделал я. В чем разница? Разница в том, что так как я реализовал песню в быстром свинге, то и гармонические идеи, гармонические паттерны я брал из этой же музыки. И моей задачей как аранжировщика было притянуть гармонические идеи из традиционного свинга и внедрить их в уже готовую гармоническую идею из этой песни. Поэтому я очень часто насыщал свою аранжировку доминантовыми аккордами к следующему тональному центру, и это практически всегда дружило с мелодией и практически всегда работало. Вы можете в этом прекрасно убедиться. И единственная важная гармоническая идея в моей аранжировке это окончание вступления и окончание припева. Там, где по логике должна появляться тоника, у меня появляется второй низкий мажор. Это одна из типичных для джазовой музыки замен. Почему я ее сделал именно здесь? По двум причинам. Во-первых, мне позволяло это сделать мелодия. Потому что в мелодии тоже основной тон, и он может быть как первой ступенью в тоническом аккорде, так и седьмой ступенью во втором низком мажоре. И еще это очень сильно и здорово втягивает нас в тональность первой ступени. И этот аккорд одинаково хорошо работает и для того, чтобы притянуть начало куплета, и для того, чтобы притянуть начало соло. И особенно здорово он работает как выход на соло, когда ритм-секция вешает этот аккорд, и солист начинает с него играть и как бы втягивается в тонический аккорд. Поэтому это очень простой пример регармонизации, который в данный момент сработал, и он мне показался очень уместным. А теперь о коде. В коде реализована такая идея, которая называется turnaround и повторение последней фразы. Об этом принципе я говорил в своем видео, которое называется «Как начать, чем закончить». Вы можете подчеркнуть эту информацию там, но в общем-то здесь все понятно и прозаично. Мы как бы зацикливаем последнюю строчку и делаем нагнетание с помощью гармонии, и тем самым наша кода появляется максимально естественно и максимально явно. Прежде чем мы с вами попрощаемся, расскажу о том, что будет очень скоро на моем канале. Во-первых, я заканчиваю ролик, который посвящу импровизации, потому что я заметил, что эта тема интересует очень многих, и про импровизацию спрашивают чаще всего. Я поделюсь музыкальными принципами того, как я занимаюсь импровизацией дома, и надеюсь, это будет очень многим полезно. А после этого выйдет последнее видео из цикла Beatles in Jazz на песню Can't Buy Me Love и разбор аранжировки. И далее разбор аранжировки песни Eleanor Rigby. Я ее оставил на конец, потому что она самая сложная, самая насыщенная, самая хитрая, самая непростая. И мы будем уже к ней готовы, да, мы разберем четыре темы, которые намного проще, а к пятой я расскажу максимально подробно о всех своих идеях для этой прекрасной песни. Увидимся очень скоро, с вами был Дима Семенищев, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok